О посте Слово Седьмое И сегодня является пророк Еремия, уготавляющий храмы Царя Великого, и беседует с нами, говоря «Поновите себе поля и не сейте на тернии». Ныне он беседует одинаково со всеми, будучи научен Господом. Он некогда за то, что не желал говорить непослушному народу, претерпел то, что рассказал сам. Видя, что род человеческий осквернен грехами, он не захотел говорить, сказав «Ныне убийства, воровство и прелюбодеяния распространились по земле, и потому я удерживаю Слово Своё до тех пор, пока они не очистятся». Подобно тому, как верный раб, которому вверена драгоценная мира, не вливает его в грязный сосуд, чтобы мира не потеряла своего благухания. Точно так же и пророк, получив Слово более ценное, чем мира, при виде оскверненных людей, удерживает отсеяние Слово. Но оно было во внутреннестях его. Как бы горящий огонь, он истомился и не мог удержать. Тогда Бог сказал ему, «Ты был послым для проповедования, почему же молчишь? Ты был послым для сеяния, зачем же удерживаешься семя? Сей безразличие то, что я верил тебе. Сей между терниями, сей на каменистых местах, сей на доброй земле, ты должен сеять, а земля принести плод. Если взойдут тернии и заглушат семя, ты не будешь виновен. Если добрая земля принесет плод, она возвращает семя, как земля добрая. Ты раб, я верил тебе деньги, отдай их торговцам, и я, возвращаясь, потребую их назад от торговцев. Если они возвратят мне вдвое больше того, сколько я верил им, то я поставлю их вместо малого над многим, вместо земного над небесным. Если же они, получив семена, не приложат старания к тому, чтобы принести плод, но предадутся заботам мира сего, каковы суть терния, то сделаются достойными огня. Если же на каменистых местах не окажется достаточно глубокого слоя земли, то есть если какой человек явится жестокосердным, не будет иметь веры и иссушит семя, тот подвергнется наказанию за свое жестокосердие. Точно так же и те, которым верены были деньги, если принесут их обратно в двойном количестве, то получат еще более. Кто же принесет только один талант, который был верен ему, тот осужден будет на мучение. Ты же проповедуй безразличие, так как послан врачом к немощным. Ведь и земледелец обрабатывает землю невозделанную и сеет на той, которая не была засеяна. Так как земля возделанная и засеяна не нуждается в обработке или во вторичном посеве, равно как не требует врача и здоровый, точно так же и праведный не нуждается в наставлении и желает прозреть не тот, кто видит, но слепой. Так и Господь говорит в Евангелии. Не пришел призвать правильников, но грешников к покаянию. Согласно с этим и Павел сказал, Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Точно так же и Петр говорит в книге Диане, мужи и братья, очистите себя от всяких скверных и плоти и духа. И не говорите, отец у нас Авраам, говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Вот почему пророк, получив наставление проповедовать, всем безразличия взывал. Внестите нас! И так возлюбленные, имея такое битвое, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершаясь в святыне во страхе Божием. Подобно тому, как невозделанная земля распахивается при помощи дерева и железа, которые влекутся волами, и тогда только земледелец засевает землю, так и мы по отношению к людям возьмем дерево, железо и влекущих волос. Деревом пусть будет крест, железом гвозди, волами закон и пророки, которые учением своим влекут нас к распятому на кресте, чтобы он, видя нас приготовленными, послал Духа Святого для освящения вод, для возрождения обновленных учением, согласно словам блаженного Давида, посли Духа Твоего, и созидаются, и обновляешь лицо земли. Опять и в Евангелии Христос, призвав учеников, думал в лицо их и сказал, «Примите Духа Святаго, распашем же себе новые мивы, отложим древнее нечестие и исторним терни непослушания». Так как когда Адам оказал непослушание, он был изнан из рая и услышал от Господа эти слова, «Проклята земля в делах Твоих, терни волшцы возрастить Тебе». Зная это, пророк возвещал, «Обновите себе поля и нехейте терния, убеждая нас этими словами обновить себя покаянием, уничтожить терния, то есть спастишь же нас за непослушание наказания». Черния же в человеке – это раздоры, зависть, гнев, вражда, нечистота, корыстолюбие, прелюбодеяние человека, убийство. Ева зачавший первоначально родит Каина, который сделался виновником зависти, изобретателем убийства, отцом лицемерия, дворцом Уджи. Когда Бог спросил его, «Где Авель, брат твой?» Он подчас порождает ложь, сказав, «Разве я ссорож брату моему?» Бог же, желая на основании этого случая убедить его в том, что он знает все, сказал, «Глаз крови брата твоего вопиет ко мне». Конечно, кровь вопиет непосредством слов, так как она не имеет дара слова, но самое дело жестокостью своей предает позору брата-убийцу. Вот почему пророк и взывает, «Обновите себе поля и не сейте терния». Вы знаете изъяния апостольских, как Симон Волф, не обновив себя и не сорнув тернии, пришел к апостолам, чтобы принять крещение. Но каким он пришел, таким же и возвратился назад. Не потому, что крещение не имело силы, но потому, что он сам не веровал в распятого на кресте и пригвозденного. Он не верил пророкам, которые подобно валаам влекут знамение креста, железо и дерево и обновляют учением своим род человеческий. Вот почему он не только не освобождается от проклятия Адамова, но подвергается и вторичному проклятию, и к одному беззаконию его присоединяется другое, чтобы он не достиг оправдания Божия. Ему не принесло никакой пользы крещение. Он пришел к апостолам, говоря, «Возьмите деньги и дайте мне власть, июз, чтобы тот, на кого я возложил руки, получил Духа Святаго». Но Петр сказал ему, «Нет тебе в этом части гребя, потому что ты захотел дар Божий получить за деньги». Он не послушался пророков, но возделал духовной нивы своей, а потому не получил и Духа Святаго, возвещенного пророками. Устрашитесь этого примера, распашите себе новые нивы и не сейте мезотерниями. Если ты исторнишь тернии, то получишь семя, принесешь плод и сделаешься причастным Духу Святому. Так, послушавшись пророка, Корнилия обновил себя, искоренил тернии и принес плод Богу. Ему явился ангел и сказал, «Корнилий, милости не твои взошли пред Богом». Этот добрый земледелец вырвал тернии, обновил в себе человека, и плод его вошел пред Богом. Видишь ли плод покаяния? Он вошел от земли на небо и предстал с дерзновением пред Богом. Как добрые дела с дерзновением ходатайствуют за нас, так наоборот, дурные навлекают суровое обвинение. Ты знаешь, как добрые дела ходатайствовали за Корнилия? Послушай же, как строго обвиняет Каина совершенное им убийство. Вот как говорит Господь Каину, «Глаз крови брата твоего вопьет ко мне». И вот какое было определенное ему наказание. Стеная и трясыся, будешь и на земли. А вот послушай, какова награда за милостыню и молитву, что говорит ангел, «Пошли в Юапию и призови Петра, и он научит тебя, что тебе надлежит делать». Пришел Петр, и когда начал говорить, сошел на Корнилия Дух Святой, подобно тому, как и на апостолов. Видишь награды за пост, молитву и милостыню, низ послания Духа Святаго. В настоящее время поста и милостыню. Провидя это время, Илья постился в течение 40 дней. Поэтому он возносится на огненной колеснице и даже до настоящего дня пребывает в теле. Об этом времени пророчество у Моисея, когда постился 40 дней. Поэтому он получил закон для исправления своих единоплеменников. Этому времени научил нас Христос, постившийся 40 дней, чтобы внушить нам с готовностью прибегать к этому спасительному средству, которым возделывается душевная нива, посредством которого вырываются тернии, укращаются страсти, разрушаются дела дьявола, которым освящаются воды Иордана, посредством которого и возрождается человек, благодаря которому нисходит Дух Святой и которым даруется жизнь и воскресение. О нем предвозвестили пророки. Ему научил Христос, возлюбим же и последуем Ему, присоединив Его милостыню и молитву, чтобы получить нам подобно Корнилию Духа Святаго и прославим Отца и Сына и Святаго Духа Ему слава вовеки. Аминь. Сына и Святаго Духа